Сегодня рано утром в Новосибирск вернулись триумфаторы чемпионата мира по пауэрлифтингу. На прошедших в Люксембурге соревнованиях новосибирские спортсмены завоевали золото, бронзу, а также установили новый мировой рекорд. Встречал победителей наш корреспондент Вячеслав Варфоломеев. Первым делом Сергей Федосиенко обнимает трехлетнего сына. Жена спортсмена шутит. Мальчик соскучился по тренировкам. Он ходит, также бывает у него на работе, он видит, как тренируются ребята, проявляет интерес, подходит также к штанге, пытается поднять какие-то блины, буквально там 2,5 килограмма. Но для него это, конечно, великий вес. Ну, я думаю, что у него будет получаться. На чемпионате мира по пауэрлифтингу Сергей Федосиенко в десятый раз завоевал золотую медаль весовой категории до 59 килограммов. И в седьмой раз он стал абсолютным чемпионом. Приседания со штангой, жим лежа и становую тягу он выполнил значительно лучше своих соперников. И это, несмотря на небольшую травму спины. Особой борьбы такой не испытывал с конкурентами. Борьбу испытывал только с преодолением собственного мирового рекорда. В этот раз немножко не получилось. С судьям не был засчитан один подход на приседание, с которым я справился. Это мировой рекорд 320,5. Вот поэтому рекорда в сумме не получилось. Мировой рекорд установил ученик Сергей Алексей Сорокин. В приседании со штангой ему удалось взять вес в 375 килограммов. Но несмотря на блестящие результаты, которые показывают новосибирские пауэрлифтеры, из областного бюджета на развитие этого направления выделяют всего 250 тысяч рублей в год. Для сравнения, чтобы отправить одного спортсмена на чемпионат мира, нужно в среднем около 200 тысяч. Дома же соревноваться практически негде. Наши все соревнования проходят в баскетбольно-волейбольных залах. У нас нету там своей соревновательной площадки специализированной. Конечно, та спортивная инфраструктура, которая на сегодняшний день есть, она из далекого нашего прошлого. И она никак не обновлялась в последнее время. Сегодня чемпионы уже отправили в спортивный зал на тренировку в планах медали чемпионата России, который пройдет в марте. Вячеслав Варфоломеев, Дмитрий Кабанов. Новости Новосибирск.